Уважаемые граждане, данное мероприятие является незаконным. Выход на митинг как аморальный поступок. В Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона в Москве в день студента уволили старшего преподавателя Артёма Назарова. Двумя днями ранее Назаров, актёр и режиссёр, принял участие в протестной акции в центре Москвы, где и был задержан. О решении руководства Назаров узнал из рабочего чата учёного совета института. Затем, рассказывает артист, позвонили из отдела кадров. Честно говоря, увольнение я ждал ровно с того момента, как взлетел над асфальтом за руки за ноги. Я уже понимал, что что-то такое произойдёт. Тут дело же не в убеждениях ректора. Я думаю, что у него их нет на самом деле. Но это уже на его совесть. Я думаю, что, скорее всего, был звонок действительно откуда-то из компетентных органов. Чем же им ещё заняться? Преступников, чтобы ловить. Участие Назарова в митинге учёный совет, как следует из приказа ректора, счёл аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы. Увольнение связано с, цитирую, совершением незаконных провокационных действий, а также с утратой доверия. Артём Назаров рассказывает, что руководство знало о его гражданской позиции и возможном участии в митинге в поддержку Навального. Для меня это поддержка про мою страну, в которой я имею право выражать собственное мнение. И точно так же я считаю, что выражать собственное мнение имеет право каждый. И мы ответственны за свою страну. И это наша страна, а не страна тех, кто её захватил. К сожалению, владеет ей уже не один десяток лет. Я никогда не пытал иллюзии по части нашего Владимира Владимировича, и его качеств президентских уж совсем стало понятно с истории Ходорковского, с истории Беслана. По словам Артёма Назарова, политическая ситуация сказывается на свободе творчества вплоть до, к примеру, цензуры в театре. После задержания в районе Пушкинской площади артист двое суток провёл в отделе полиции Солнцева до суда. Тот назначил в 10 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о митингах. Своё увольнение Назаров намерен оспорить в суде, как незаконное. В ИТИ он преподавал актёрское мастерство и возглавлял художественную мастерскую. В приёмной ректора Института театрального искусства «Радио Свобода» заявили, что уже дали комментарий федеральному телевидению и отказались дополнительно комментировать ситуацию с увольнением старшего преподавателя. На сайте ВУЗа и на страницах в соцсетях о 25 января значится только поздравление с Днём студента. Выпускай! Выпускай! По данным проекта ОВД-Инфо, во время протестных акций 23 января в 123 городах сдержали более 3,5 тысяч демонстрантов. 25 января начались суды по административным делам. Правозащитники сообщили, что в московских спецприёмниках закончились места для арестованных. Иван Воронин, Игорь Дорошенко, «Радио Свобода», Москва.